Даром всем, ребята, Кентуха на Проводе, и прямо сегодня я вам покажу три аккаунта ютуберов. Первый аккаунт это будет начинающего ютубера, второй аккаунт это будет среднего ютубера, и третий аккаунт это будет самого богатого, самого успешного и уже популярного ютубера. И мы посмотрим, какие же у всех этих ютуберов инвентарии. Поэтому, ребята, приятного просмотра. Поехали! Вот этот вот хеллинский рпак может быть твоим. Тебе надо просто, первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любые хорошие комментарии, плюс твой иди. И третье, самое главное, посмотри все видео от начала до конца без перемоток. Я это буду проверять по аналитике. Всем желаю удачи и победы, а мы идем дальше. Ну а прямо сейчас, ребята, я зашел на аккаунт начинающего ютубера Чижика. Это начинающий стример, ютубер, блогер и так далее. У него всего лишь 5000 подписчиков. Мне очень интересно посмотреть, а какой же инвентарь может собрать начинающий ютубер. Первое, что вижу, это у него очень крутая аватарочка, ну прям фирменно, Чижик, ну прям очень солидно. Дальше я вижу то, что у него ID начинается на четверочку, то есть мы видим то, что это старый аккаунт. Ну а теперь давайте обо всем в порядке. Профиль. ГД 1.58, то есть он играет неплохо. Лучший ранг мастер, ничего, если ты говоришь, котлета. Во втором сезоне элита, а в первом сезоне обратно мастер. То есть, как мы видим, Чижик играет стабильно, хорошо. В союзниках. Рейнджер в третьем сезоне, а во втором сезоне... А во втором сезоне союзников просто-напросто не было. Общая статистика. 1.35, неплохо. И целых 2000 часов в онлайне, обалдеть. И это начинающий ютубер. А потом будет реально интересно посмотреть, а какой же онлайн будет у популярного ютубера. Давайте, ребята, посмотрим, как играют начинающие ютуберы. Так, 4 КД, неплохо. Тут он играл в минусовое КД. Так, а тут как он играл? Тут он играл обратно на первом месте в 2 КД. Братан, неплохо. Моё почтение, если моя шляпа перед тобой. То есть, как мы видим, Чижик играет очень-таки неплохо. Дальше смотрим по клану, ребят. Это клан Маслята. Да-да-да, Чижик своего клана, не удивляйтесь. Даже у начинающего ютубера уже целых 200 друзей. И 301 заявка. Ничего себе, ничего себе. Обалдеть. Теперь давайте посмотрим, что же пишут личные сообщения начинающим ютуберам. Ку-ку-ку, пекарник романсера. То есть, даже у начинающих ютуберов попрошайничают голду. Ребята, ну имеете совесть, но это бедные начинающие ютуберы. У них голды-то нету. Дай голды. Ну куда вы? Тей тут, можешь дуэльку. Прими заявку ДР, ты лучший. Ну, ребят, делаем небольшой вывод. Даже если ты начинающий ютубер, у тебя всего лишь 5000 подписчиков. То у тебя все равно очень много сообщений, очень много друзей. Но, 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 но. Но самое главное, какой же инвентарь у начинающего ютубера? Вы готовы? Я готов. Поехали. С вас лайк, подписка. И это инвентарь начинающего ютубера. Что же вижу? Первое это перчатки Year of the Tiger. Но, к сожалению, да, перчаточки не самые дорогие. Всего лишь за 1800 голды. Ну, ребята, это начинающий ютубер. А представьте, что будет, когда у него будет 50 тысяч подписчиков. Или 100 тысяч подписчиков. Обалдеть. Так, смотрим дальше. Тычки Эйсиды. Тоже у начинающего ютубера. Тычки не самые дорогие, но они реально красивые. Это же команда Luxury. Ну, это, кстати, очень-таки неплохой выбор. Но самое-самое главное. На этом аккаунте целых 13 тысяч голды. Вы просто представьте. У тебя всего лишь 5000 подписчиков. И ты себе можешь уже нафармить так много голды. Это очень круто. Поэтому, ребята, за это лайк, подписка. Смотрим дальше. АКР спорт с четырьмя хлын наклейками. И одна аркана. Вау, вау, вау. И вы посмотрите, брелки, то есть уже у таких начинающих ютуберов инвентарь очень-таки неплохой. Но я вижу ее из Пигенезис. Что? Откуда? Как? Что? Зачем? Почему? Обалдеть. Вот так вот, ребята, живут начинающие ютуберы. Ничего себе, сказал я себе. Тут у нас стоит запрос на покупку за 12 тысяч голды. Я не знаю, на что он рассчитывает, но он его поставил. Братанчик, я тебе раскрою секрет. Этот бах уже пофиксили год назад. Поэтому запросик можно смело убирать. Поверь ты мне. Все, мы так и сделаем. Ну что же, ребята, а прямо сейчас мы перейдем на аккаунт среднего ютубера, у которого целых 200 тысяч подписчиков. Но, ребята, пристегнитесь, а мы переходим на следующий аккаунт. Ну что же, прямо сейчас мы, ребята, перешли на аккаунт ютуберши по имени Анетка. У нее 250 тысяч подписчиков на ютубе. И это средний ютуберш. То есть и не мелкая ютуберша, и не такая популярная, например, как я. Ну что же, давайте обо всем по порядку. Мне очень интересно посмотреть, как же играет средняя ютуберша. Мы видим, кд 098, ай-яй-яй-яй-яй, лучше ранг рейнджеры, анетка-анетка. Тебя надо тренироваться и тренироваться. В союзниках лучше ранг гол 4. Ну, как мы видим, средние ютуберы уже немножко разленились. У них уже появились деньги, слава, голда. И поэтому они, грубо говоря, в стендовщике играют очень редко. Они только играют, грубо говоря, чаще всего на запись или когда делают стрим. Общая статистика. Тут, ребят, мы видим 3000 часов. Ну, сразу понятно, что это средний ютубер, потому что вы посмотрите на этот онлайн. 3000 часов, обалдеть. Ну и кд 1.57. Кстати, кд вообще статистики очень-таки неплохое. Так, последняя катка была 7 июля. И тут мы видим то, что Анетка отыграла в одно кд. А Анетка, да ты просто умничка. А тут Анетка отыграла тоже плюс свой кд. Ничего себе. Хоть она играет и редко, но она играет очень-таки неплохо. И тут отыграла, ну, хорошо, в одно кд. Это реально хорошо. Ну, и тут, как мы видим, у таких уже средних ютуберов они уже создают свои кланы. То есть, если начинающий ютубер еще может быть в клане Маслята, то для среднего ютубера, типа, нет, это не солидно. И у Анетки свой клан под названием Бабжетка. Анетка, ну ты, ну ты, ты на приколе. Завочки, друзья, ну тут уже все забито под фул. Ну, 300, ребята, друзей. И заявок, друзья, тоже, вот прям, вот прям очень-очень много. Просто посмотрите, видите? Когда вы уже средний ютубер, вам уже надо закрывать личико, потому что вам будут по кд писать подписчики. Читаем, ребята, личность сообщения. Что же там пишут? Анетка, пжд, я твой подписчик, я подписчик кента. Анетка, Бабжетка, о, один на один. Анетка, ты же Анетка. Зайди в лобби, пжи. Дай голды. Ну куда же без попрошаек? Ну куда же без них? Ну, мне кажется, у каждого ютубера есть такая часть подписчиков, которые всегда будут прошанищать. Ну, короче, ребят, сообщения у Анетки самые-самые обычные. Самый интересный этот инвентарь. И мне очень интересно, почему там целых тысяча 36 предметов? Зачем так много? Первое, что вижу, это легендарки, я вижу эпики, я вижу рарки, и я вижу 25 косарей голды. Ничего себе, так это уже можно собрать приличный инвентарь. Тут мы видим очень много рарок, я не знаю, почему их, насколько много, почему. Вы просто посмотрите, как же много скинов. Наверное, Анетка снимала какое-то прикольное видео, и все эти скины остались, потому что, ребята, инвентарь просто забит всяким хламом. Ё-моё, зачем хотя бы комонки, зачем всё это? Обалдеть, и сейчас я вам покажу даровущий инвентарь, наклеечки, наклеечки. Ну, куда без наклеек? У каждого уважающего себя ютубера должны быть наклейки. Анетка не исключение, у неё очень много разных наклеечек, но в основном все эти наклеечки после Rainbow Sticker Pack'а. Как же много наклеек, как же много всего, посмотрите, я просто в шагах. О, 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 у Анетки есть гифтбокс, чтооооо? Обалдеть, 17 косарей голды. Ребята, очень-таки неплохо. Даже у меня нет гифтбокса. О, у Анетки есть. Потом, ребята, мой вам совет. Становитесь популярными, чтобы у вас было хотя бы 1250 подписчиков. И у вас будет примерно такой же инвентарь, потому что инвентарь, ну, прям максимально болтной. Есть импорь кисечки, есть фуриас кисечки, есть оориджин. Чтооо? И, блядь, у меня одна штука, а целых два оориджин кисечка. Ничего себе инвентарь. Тут даже есть хэллоуин скирпаки, которые стоят каждый из них по 400 голды. Чтоооо? Так, хэллоуин, чармпаки. Что же это такое? Сколько не стоит? Они стоят по 1400 голды. И тут их раз, два, три, четыре штуки. Так, а теперь, ребята, говорится, пошел контент по трубам. Давайте считать. Сколько пар перчаток? Раз, два, три. Сколько пар ножей? Чего? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Шестнадцать пар ножей. Обалдеть! Еще и помимо этого 25 кастерей голды, еще гифтбокс, еще оориджин кисечки. Ой-ля. Вот это, понимаешь, живут средние туберы, да? Два ОМ Генезиса. Я не знаю, зачем два. АКР, ТХ, 100 трек. И брелок паука, который стоит 5К. Как же это круто, вау-ха-ха. Хоть у меня и один миллион подписчиков, да? Но я себе тоже хочу такой инвентарь. Кстати, ESP очень крутой. Он сейчас стоит 7300 голды. А, это же ESP Geometrix 100 трек. Наклеечки, ребят, очень прикольные. Я вам скажу так, этот инвентарь уже очень-таки солидный и очень крутой. Каждый брелок стоит, ну, минимум, голды 700, а то и 800. То есть, как по мне, этот инвентарь надо почистить, потому что он немножко засран. Ну, 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 ну просто капец, как много лишних скинул. Также тут есть АВМ Винтер Спорт. Что же у нас есть в АВМ Винтер Спорте? У нас, ребята, есть очень крутые эксклюзивные арканы-наклейки. Классно, круто, прикольно. Пока Аннетка не видит, давайте, короче, мы ее инвентарь немножечко пократием. Оп-оп-оп-оп. Аннетка, надеюсь, ты не будешь в обиде. Это все ради контента. Поехали. Оп. Эмочка по блуджам. Неплохо. Тут у нас пошли, ребята, брелки. Очень крутые, целых три штуки. Я не знаю, почему Аннетка их не повесила на скины, но зато они есть тут. Три штуки, каждый из которых стоит по 300 голды. Неплохо. Очень много даже крутых эксклюзивных наклеек. Видать, Аннетка их купила, когда была лишняя голда, и потом через время хочет продать, и на этом навариться и заработать голду. Даже наклейка Токсик, которая стоит 1800 голды есть. Мне кажется, этот инвентарь стоит, ну, 1200, а то и 300 голды, потому что очень много крутых, дорогих, эксклюзивных скинов, наклеек, гиптбоксов, оригин кисточков, ну и так далее. Ну что же, ребята, а прямо сейчас мы приходим к популярному ютуберу, у которого уже очень много подписчиков. Давайте посмотрим на его инвентарь. Ну а прямо сейчас мы, ребята, находимся на самом дорогом аккаунте ютубера, у которого почти полтора миллиона подписчиков. Я на ПК, санкоп здесь! Ну вообще да, как-то странно вышло, что я показываю сам свой аккаунт, но тем не менее, ребята, приятного просмотра. Ну а прямо сейчас мы, ребята, посмотрим на профиль. Что же я вижу в профиле? Лучший ранг мастер! Хорошо, ребят, ну не стыдно. Во втором сезоне лучший ранг элита, ну а в первом сезоне гол 4, ну да, в первом сезоне еще так себе. Союзники. Тут, ребят, лучший ранг тоже элита. Теперь давайте посмотрим общую статистику, что же у нас тут есть. 7500 часов! Обалдеть! Сколько это дней? Это больше месяца реальной жизни! Я просидел в этой игре больше месяца! История матчей. Ну а сейчас, ребята, мне будет немножко стыдно, потому что я уверен, что там... Ёхни, бабай! Одни поражения! Бля, не, ну это реально немножко стыдно. Одни поражения! Играю в 100 на 27500 часов. Играть так и не научился. Клан. Ну конечно же, у меня свой клан мастерята, который, наверное, знает уже каждый. Что же пишут мне в сообщения? Кенп, 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 кенп. 19, 17, 16, 15, 14, какой-то отчет. Топ, топ, топ. Меня точно так же, как и всех, просит заработать дуэль. И меня точно так же, как и всех, просит, чтобы я их взял к прокачку. Прямо сейчас вам покажу, какой же инвентарь будет у ютубера, если у него больше 1 миллиона подписчиков. Я скажу сразу, он будет очень дорогой. Мы просто заходим в этот инвентарь. И первое, что мы видим, это арканы. Арканы, 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 арканы. Везде арканы. Ну а второе, что мы видим? Это голда! 126 кусков, между прочим. Нифера себе, сказал я себе. Это не ухрим-ухримом. Ну что, ребята, идемте дальше, потому что инвентарь очень большой. Целых 548 предметов. И тут реально очень много всего интересного. Так, ну а дальше наседут райвел-кесечки. Ну куда же без них, ребят? Ну да-да-да. Я тоже купил себе райвел-кесечки, чтобы потом в будущем продать их гораздо дороже. То есть я их покупал, чтобы понимали, по 100 голды. Сейчас можно продать по 180. Я уже неплохо заработал. Также я купил хэллоуин-сукерпаки. Да, ребята, я популярный ютубер. У меня так много голды, что я решил потратить на стукерпаки. Я их покупал по 2500 голды. Ну а сейчас они стоят по 4300. Ничего себе, сказал я себе. Как же это круто. Поэтому, ребята, с вас лайкусик и подписочка. И, возможно, я подарю еще один хэллоуин-сукерпак. Да, обратите внимание, тут не 5 сукерпаков, не 10. Тут их, блин, штук 20, наверное. Ну что же, считаем пары перчаток. Раз, два, три, четыре. Четыре пары перчаток. Сколько тут ножей? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать ножей. Но вы обратите внимание, что же это за ножи. Первый это керамбит гол. Он стоит 90 тысячи голды. Дальше у нас есть тычки Хармони, которые стоят полмиллиона голды. Обалдеть. И да, они тоже у меня есть. Ё-моё, да этот инвентарь стоит точно дороже миллиона голды. Листаем самый-самый низ. АКР, Трэшер, Хантер, Статрек. Ну, ребят, ну это дефолтик. Это дефолтик. Да, килов немного, но это дефолтик. В Дезерт Игл Якудзе. Статрек, между прочим, уважаемые подписчики. Ещё и с брелком, который стоит больше одного кастыря голды. Статрек Фомас Юри. Очень крутой, прикольный, дорогие наклейки. Я считаю это очень классно. Обычный АКР ТХ, который стоит три кастыря голды. А тут у нас пошёл Статрек, АКР Некромантер Статрек. С четырьмя АДрэгонами. С четырьмя АДрэгонами. Просто лежит в интере, пропадает. Кому её подарить, пишите в комментариях. АВМ Спорт В2 с двумя АДрэгонами. Обалдеть, ребят. Вот я сейчас смотрю на свой инвентарь. И я думаю, ничего себе, вот это Минвентарь. Это просто обычный Кэр Спорт. Это я бы кого-то выиграл в дуэли на стриме. Вот это мне кто-то вообще подарил за 0.3. Вот этот USP Генезис, который стоит больше 20 тысяч голды. С крутыми, дорогими наклейками. Мы не слили его за 0.03. И я в это не верю. G-22 релик. Да, это Нисон. Ещё и три прикольных наклейки. Классно. Дальше у нас пошли вот такие вот прикольные классные чармы. Снеговичок. Акарнана? Что? Это же Рарка. У меня Рарка с наклейкой Арканой. Вот это прикол. Ё-моё, ребят. Если я всё это продам, у меня инвентарь как минимум. Один миллион голды. Это как минимум. А ещё, если учесть, что у меня не один аккаунт, а их штук пять, наверное. То это просто разнос башки. Наклейки обычные, обычные, обычные. И вот одна необычная наклейка, которая стоит девять кастерей голды. Вы в шоке? Я тоже в шоке. Потому что я даже не помнил, что она у меня была. Понимаете? Я насколько богат, что даже не помнил, что у меня был вот этот стикер Интернал Скул. Тут, ребята, идут обычные наклеечки. Они все недорогие. Но тоже прикольно, что они у меня есть. Вы же понимали? Я всё эти наклейки не покупал. Я их выбивал. Стикер Бум. Да, вот эти вот два стикера Бум я тоже, ребята, выбил с Хлоуин Стикер Пака, когда открывал на стриме. Стикер Дракула, Памкин и так далее. Это я всё на стриме, ребят. Я ничего не покупал. Вот эти стикеры Мами, у меня их вообще завались. Четыре штуки. И когда мы дали стали до самого низа, тут, ребята, у нас есть парочка медалей. У меня даже есть медаль Ветеран 2020 года. Ну, как говорится, не первый день в Синдове, господа. С тем тысяч часов, между прочим. Ну, что же, ребята, в принципе, это всё. Я надеюсь, вам понравилось подобное видео. Обязательно прожмите лайкусик. Подпишитесь на мой канал. И самое главное, ребята, подпишитесь на мою телегу. Потому что все, кто подпишется, я вам подарю вот эти тысячи эйсит. Просто подписку, братуха, прям сейчас ссылочка в описании. Ну, и на YouTube подпишись. И прожми лайкусик. Всё, ребят, с вами был Башкин ТВ. Всех аналог приподнял. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok